Израильские военные Палестинцы на западном берегу реки Иордан почтили память американке, неся ее тело в похоронной процессии. Эйги недавно окончила Вашингтонский университет в Сиэтле, как сообщил в своем заявлении президент учебного заведения. Американка турецкого происхождения Айшенур Эсги Эйги предположительно была застрелена во время акции протеста против расширения израильских поселений на западном берегу реки Иордан 6 сентября. По словам врача местной больницы Варт Басалат, 26-летняя женщина была ранена в голову и скончалась после прибытия в медучреждение. До этого очевидцы и местные СМИ сообщили, что Айшенур была застрелена израильскими военными. Армия обороны Израиля подтвердила в пятницу 6 сентября, что силы безопасности открыли огонь в районе города Бейта, где проходила демонстрация. По главному зачинщику насилия, который бросал камни в силы и представлял для них угрозу, Цахал проводит расследование. Президент Турции Реджеп Тейп Эрдоган пообещал принять все законные меры, чтобы привлечь Израиль к ответственности за убийство активистки. В то же время Вашингтон заявил, что ожидает от Израиля всестороннего и прозрачного расследования этого инцидента с участием американской активистки. Эрдоган в своей речи после заседания правительства подчеркнул, что Турция продолжит оказывать давление на Израиль, как на международной арене, так и через Международный суд ООН. Он также отметил важность созыва встреч организаций исламского сотрудничества на уровне лидеров для демонстрации решительной позиции исламского мира по ситуации в Палестине. Белый дом выразил глубокую обеспокоенность смертью Айшенур. Пресс-секретарь Белого дома по национальной безопасности Шон Савет заявил, что Соединенные Штаты обратились к правительству Израиля с просьбой предоставить дополнительную информацию. Министерство иностранных дел Турции осудило действия Израиля, обвиняя правительство Нетаньяху в гибели Айшенур. Представитель министерства Кичели заявил, что Анкара приложит все усилия, чтобы привлечь к суду тех, кто убил их гражданку.